Здравствуйте! В эфире новости «Наш день» в студии Николай Дончак. Сегодня вы увидите. Жители Южно-Сахалинска записали в террористы, как члены запрещенной преступной организации. Они появились на ориентировках разлетевшихся по соцсетям. Вы понимаете, угроза жизни человека получается. Буду идти и по городу, какие-нибудь активисты подойду и сзади по голове стукну. Бьются и вылетают с дорог. Это день жестянщика на Сахалине. Подробности в точке отсчета. В юбилейный раз международный турнир по смешанным единоборствам прошел в Южно-Сахалинске. Ждем, как обычно, ярких, красочных и грандиозных поединков. Перед спектаклем «Чай с вишневым вареньем» Чехов-центр открыл новый театральный сезон. Если во всей губернии есть что-нибудь интересное, даже замечательное, так это только наш, лишь легкий наш. Заяви о себе в Южно-Сахалинске определены финалисты молодежного арт-фестиваля. Настоящий ажиотаж обрушился на социальные сети в минувшие выходные. Дело в том, что в интернете в открытом доступе оказались ориентировки на розыск членов террористической банды на Сахалине. Фамилии в них принадлежат убитым в Дагестане боевикам, а вот фото – обычным сахалинцам. Члены террористической группировки или законопослушные южно-сахалинцы. В выходные в социальных сетях появились три ориентировки на розыск членов группировки, которая якобы прибыла на остров. В тексте указаны имена реальных боевиков, ликвидированных накануне в Дагестане. Однако на трех фотографиях изображены обычные жители Сахалинской области. Вадим Казиев – один из пострадавших от информации, которая молниеносно разлетелась по областному центру Сахалину и всей России. На одной из ориентировок его фото стоит рядом с фамилией Умаханова Рашида, члена террористической группировки. Однако мужчина никогда не был замечен в подобной деятельности. На Сахалине Вадим живет с 1999 года. Мне с дома братья звонят, мне с Москвы звонят, мне с Крыма звонят, мне с Сочи звонят, друзья, что происходит. То есть вот эта фотография по всему Дагестану, по всей Москве, по всей России распространилась. Вы понимаете, угроза жизни человека получается. Буду идти и по городу, какие-нибудь активисты подойдут, сзади по голове стукну, кто моему отцу будет отвечать, кто будет отвечать моему сыну. Понимаете, что происходит. 22 октября на телефон Вадима Казиева стали поступать звонки и сообщения в группах от друзей и знакомых. Мужчина решил проверить информацию и позвонил в полицию областного центра. Друзья сообщили сотрудникам, что знают, где находится один из разыскиваемых. Ответ последовал незамедлительно. Нам эти люди не нужны, у нас учебная тревога. Кроме Вадима Казиева еще на двух ориентировках изображены также сахалинцы. Камран Байрамов живет в областном центре с детства, а человек на третьем фото Игнат Алиханов. Он проживает на острове 7 лет и занимается смешанными боевыми единоборствами. Слово терроризм в Дагестане сейчас положение напряженное. Там я вот был, недавно приехал, а тут очень тяжело с этим делом. Позвонили тоже люди, чтобы дали опровержение хотя бы официально, чтобы структуры дали опровержение. Они никакой информации не нам, никому не дали. Сейчас вместе с юристом Вадим Казиев пытается исправить сложившуюся ситуацию. По словам представителя пострадавшего, сейчас необходимо срочно распространить опровержение по всем ведомственным каналам. Информацию должны узнать во всех территориальных органах, иначе мужчинам опасно отправляться за пределы Сахалинской области. Здесь явно нарушен гражданский кодекс Российской Федерации, его ни имущественные, ни материальные права. Мы сейчас хотим первое установить круг лиц, кто именно причастен к этому всему, с чем, собственно, сейчас и обращаемся в прокуратуру. В правоохранительных органах прокомментировать то, каким образом учебные ориентировки появились в сети, отказались. Наша телекомпания, в свою очередь, отправила в управление МВД официальный запрос. По закону ответить полиция обязана в течение 10 дней. Перелет из Хашимина в Москву 13-летний сахалинец перенес без осложнений. Ребенок доставлен в российскую детскую клиническую больницу, где ему оказывается высокотехнологичная медицинская помощь. Напомню, во время заграничной туристической поездки с родителями у юного жителя Небельска внезапно развилось сложное заболевание легких. С середины сентября он поочередно проходил курс лечения в трех вьетнамских клиниках. В начале октября состояние мальчика ухудшилось. МЧС России оперативно откликнулась на просьбу губернатора Сахалинской области. Спецбортом ребенок был эвакуирован в Москву. Насыщение крови кислорода в процессе полета было нормальным. Легко прослушивалось, довольно неплохо. И гемодинамика была стабильной. То есть полет прошел без каких-то ухудшений. Главнокомандующий сухопутными войсками проинспектировал воинские части на Сахалине. Генерал-полковник Олег Солюков проверил ход боевой учебы в соединениях и частях 68-го армейского корпуса. Также его интересовало состояние объектов, инфраструктуры, военных городков. Представители командования округа доложили о комплектовании корпуса военнослужащими по контракту, вооружением и техникой. Раскрыли особенности боевого применения войск, методику подготовки и проведение тактических учений различного уровня. Мы сейчас наблюдали достаточно уверенность в любую танкистов. Но это неудивительно, поскольку именно экипаж с этой бригады, с этого округа занял первое место на международных армейских играх в этом году в соревнованиях танковый биатлон. Поэтому мы ничего другого увидеть не рассчитывали. Надеемся, что и в будущий год они себя будут показывать так же хорошо. По итогам проверки генерал-полковник Солюков дал высокую оценку мастерству экипажей, руководства корпуса и округа в целом. Артистизм, оригинальность и техника исполнения. По таким критериям судьи оценивали участников молодежного арт-фестиваля «Заяви о себе». Его финал прошел в киноконцертном зале «Октябрь». Проявить творческую натуру решили около 80 сахаленцев. Заводной ирландский танец под музыку 19 века стал первым в финальной программе арт-фестиваля. Кстати, в этом году он обрел статус областного. Участники – молодежь. Творческая. Здесь нет профессионалов, но есть перспектива. На самом деле у нас ребята потом в течение всего года и в дальнейшем участвуют в наших мероприятиях в нашем городе. И в самых крупных городских мероприятиях они выходят на большую сцену. Как говорится, они открывают себя и уже работают на профессиональном уровне. Плюс им за время подготовки была дана возможность пройти мастер-классы у профессионалов своего дела. Себя показать и на других посмотреть заявились 80 участников. За два отборочных тура до финала добрались только 23. Им предстояло исполнить номера в четырех основных номинациях. Хореографическое и вокальное искусство, художественное чтение произведений и оригинальный жанр. От вокала к чтению. Южно-Схалинка Оксана Корнева, привычная каждому пушкинское улакоморье «Дуб зеленый», прочитала на японском. Я выступала с этим произведением и взяла первое место, поэтому я спокойно могла бы идти дальше. И оно мне очень нравится, мне очень нравится на самом деле японский язык, я учу его и очень люблю его. Поэтому японский. А Пушкин, просто потому что его все знают, это, ну как, любимый автор. С этим произведением Оксана стала лучшей в оригинальном жанре. В номинации «Художественное чтение» победила Ирина Полевая, которая прочла стихотворение своего сочинения. Региональный фонд Роднестрова хотел бы поблагодарить организаторов данного мероприятия. Вы провели большую работу, собрали столько талантливых ребят в одном месте. И позволили нам всем быть участниками этого мероприятия. Ребятам хочется пожелать, чтобы они не останавливались на достигнутых своих каких-то победах, стремились вперед и нашли применение своим талантам. Название фестиваля, его цели и задачи перекликаются с миссией регионального фонда «Родные острова». А это развитие потенциала сахалинской молодежи. Помощь талантливым, активным. К примеру, южно-сахалинец Артем Щетников стал победителем в номинации «Хореографическое искусство». Огонь любви с этой авторской песней Юлия Вятаржик и гитарист Алексей Саньков из группы «Друзья» стали победителями в номинации «Вокальное искусство». Чехов-центр открыл театральный сезон премьерной постановкой «Вишневый сад» по пьесе Антона Чехова. Это работа режиссера Минусинского драмтеатра. Над созданием новой версии «Неувидающей классики» творческая команда трудилась два месяца. Перед началом спектакля фойе театра царила особая атмосфера. Зрителям предлагали отведать «Вишневого варенья». «Я не переживу этой радости, смесьтесь надо мной, я глупая! Капик! Капик мой родной! Столик мой! Столик мой! Столик мой!» Радостное возвращение в родовое поместье Любови Андреевны Раневской и ее дочери Ани омрачает известие о предстоящей продаже «Вишневого сада» за долги. Алексей Писегов, художественный руководитель Минусинского драмтеатра, спустя 12 лет решился на новую постановку чеховской пьесы на сахалинской сцене. И это совершенно другой спектакль, убежден режиссер. Когда я приезжал сюда, у меня была, если так громко выражать, своя концепция. То есть я точно говорю, я буду делать про это. И когда я начал репетировать, я понял, что я про это делать не буду. И я, по идее, поменял свой взгляд на это произведение. И я очень рад этому. Последнее драматическое произведение Чехова «Печальная история об уходящем времени дворянских гнезд» Написано автором как комедия. В пьесе и правда немало комичных сцен, на которые публика реагировала должным образом. Но, как известно, истинная суть довольно грустная. А если учесть мысли уходящего Антона Чехова – драматическая. По словам режиссера, получилась очень щемящая вещь. И признался, что выплеснул в постановку и свою тоску по родному городу и театру. А ты знаешь, Люба, сколько этому шкафу лет? Неделю назад я выпинул нижний ящик, гляжу, а там выжжены цифры. Сегодня речь Гаева к дорогому многоуважаемому шкафу не кажется столь глупой. Вековая мебель, сделанная из красного дуба, свидетель многих событий дворянской семьи и хранитель тайн. При аскетичной декорации спектакля шкаф становится одним из главных героев. Когда ты придумываешь пространство вместе с режиссером, то ты, конечно же, мыслишь уже совершенно самостоятельно, не оглядываясь ни на кого. И то, что режиссер тебя просит создать такое пространство, как у нас в спектакле, вы увидите, что у нас почти ничего нет на сцене. Один шкаф. Но он такой со своими секретами. Николай Дупак по состоянию здоровья не смог сыграть роль лакея Фирса, как планировалось ранее. Тем не менее, зрители получили другой подарок. Перед спектаклем для них было организовано чаепитие с вишневым вареньем. Там был и сам Антон Павлович Чехов со своей спутницей. Открытие театрального сезона – не единственное громкое событие в культурной жизни острова. В Южно-Сахалинске скоро стартует Дальневосточный театральный форум. О нем мы поговорим сегодня с директором Чехов-центра Еленой Худобердиевой. Елена Ивановна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и напомним нашим зрителям, что именно Сахалинский международный театральный центр является организатором Дальневосточного театрального форума, который пройдет уже в четвертый раз. Ну и какие же отличия будут у этого форума от предыдущих? Ну, основное отличие этого форума будет состоять, что в его рамках мы проводим не режиссерскую, а драматургическую лабораторию. Такого в истории нашего театра еще не было. Эта затея родилась, наверное, в связи с тем, что, во-первых, мы готовимся к 70-летию Сахалинской области, и нам хотелось бы, чтобы одна из пьес стала своеобразным подарком на следующий год уже как постановкой спектакля. Ну и в будущем, наверное, чтобы мы смогли провести именно драматургическую режиссерскую лабораторию. Вот это будет одно из основных отличий. А еще пару слов можете сказать о программе? Что еще будет интересно происходить? Как в самом театре, так и за его пределами? Ну, в самой программе у нас состоятся читки трех пьес. Одна из пьес рассчитана на подростковую лабораторию, а две пьесы мы предложим и будут состояться обсуждением со зрителем. Эти пьесы мы хотим какую-то одну из этих двух пьес увидеть в репертуаре своего театра, и нам будет вот очень интересно пообщаться со зрителем, выслушать их мнение. Также у нас запланировано в рамках проведения форума «Квартирник». Так сложилось силу определенных обстоятельств, что он состоится не на нашей площадке, а на площадке Сахалинского театра «Кукол». Это опять же та новая форма, которую мы хотели бы воплотить в идею систематическую на своей площадке. Запланировано проведение круглых столов, и оно не носит какую-то узкую направленность, а мы приглашаем всех заинтересованных лид принять участие. Ну и мы понимаем, что в период проведения нашего форума пройдет всероссийская акция «Ночь искусств». Как раз таки мы предложим в этот день читку тех пьес, которые создадутся в процессе лаборатории, ну и наш замечательный спектакль «Шутки Чехова зрителю». Ежегодно на форум приезжают известные театральные критики, театральные деятели. Кого вы в этом году ждете? Ну в этом году к нам приедет Евгения Троп, это театральный критик с города Санкт-Петербурга. Павел Руднев, это город Москва. Также к нам подъедет Варвара Коровина, она специализируется на театральной педагогике и проведет именно мастер-классы, круглые столы. И для участия прибудут к нам три профессиональных драматурга для создания пьес. Вы уже сказали, что в рамках форума пройдет драматургическая лаборатория. Можно поподробнее, что такое и какой финальный, что ждет в конце этого курса? В этот раз мы проводим для трех целевых групп свою лабораторию. Первая – это рассчитано на младших школьников, и писать пьесу будут именно эти школьники. Вторая группа – это подростки молодежь. Ну а третья группа – это уже спектакль, который вечерний, и в нем будут заняты артисты Чехов-центра. Итогом явится написание вот этих трех различных пьес. Смогут ли южно-сахалинцы посетить театральный форум, и как им это сделать? Южно-сахалинцев мы приглашаем к участию в своем форуме. И на нашем сайте подробно размещена программа мероприятий форума. Все, что касается посещений, спектаклей, читок, они могут обращаться в наши кассы и приобретать билеты на эти мероприятия. А если кого-то интересует деловая программа, то опять же в конце программы, расположенной на форуме, обозначен тот телефон и те условия, что надо не менее чем за сутки до начала проведения мероприятий, обратиться, заявиться, либо подтвердить свое участие. Все ясно. Спасибо. Спасибо за интересную беседу. А я напоминаю, в студии была Елена Худобердиева, директор Чехов-центра. А мы двигаемся дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Троицком столкнулись микроавтобус и «Универсал». И вылетела в кювет легковушка. В Углегорском районе не могли подняться на перевал три бензовоза. Один из них оказался в кювете. Еще одна иномарка в кювете на автодороге Южно-Сахалинск-Орсака в районе скульптуры оленей. А эти кадры сделаны в Новоалександровске на улице Советской. По словам очевидцев, водитель автомобиля «Тойота Виста» на приезде зацепил внедорожник. После чего продолжил путь и в районе перекрестка с улицей Танковой легковой автомобиль врезался в мини-вэн. За минувшие выходные дни в городе Южно-Сахалинске зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых девять человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сотрудники госавтоинспекции города Южно-Сахалинска рекомендуют водителям транспортных средств в ближайшие дни сменить летнюю резину на зимнюю. Как сообщают в управлении городским дорожным хозяйством Южно-Сахалинска, сейчас технику активно готовят к зиме. Идет переоборудование. Запас песка составляет больше тысячи кубов. Соли порядка 400 тонн. Зимнее содержание у нас по муниципальному заданию начинается 6 ноября. В случае наступления минусовых температур мы готовы выйти и раньше обеспечить безопасность. Сегодня мы отработали в полном режиме по заявкам ГИБДД с 8 часов вечера. Вчерашнего дня уже машины ходили по заявкам, а утром уже отсыпали весь город. В Холмске на улице Лермонтово из-за гололеда в кювет улетела кранбалка. Как выяснила ситуация с дорожным покрытием, в портовом городе стоила должность руководителю ГДХ Игорю Сазонову. Он был снят с поста. В этом году в управление поступило более 20 единиц снегоуборочной техники. Однако процесс регистрации шел медленно, и предприятие не успело подготовиться к первому серьезному снегопаду. Руководитель не справился со своими служебными обязанностями, сообщили в администрации портового города. Международный турнир по смешанным единоморствам прошел в Южно-Сахалинске. Участие в нем приняли 20 спортсменов из России, Узбегистана, Киргизстана и Южной Кореи. Зрелищные поединки прошли на ринге Дворца спорта «Кристалл». Дозу адреналина и эмоций получила и наша съемочная группа. При полных трибунах, с мощной поддержкой болельщиков, на каждый прием и точный удар. В таком темпе на Сахалине стартовал юбилейный международный турнир по смешанным единоборствам. Так называемый контактный и оттого зрелищный. При этом, по мнению заслуженного тренера Максима Воронова, не самый опасный. Первый футбол по травматичности, второй хоккей занимает место уверенное, бокс занимает 11 место, а ММА занимает 25 место. Поэтому с 25 местом я вас могу поздравить, представителей смешанных единоборств по кровавости. Поэтому, поверьте, настолько все кроваво, как некоторые рисуют, и некоторым хочется, чтобы так было. Гостями Сахалинского турнира из-за рубежа стали представители из Южной Кореи. По словам президента чемпионата по версии ТФС Ха Тунзина, два его спортсмена находятся в хорошей форме и стыдиться за них не придется. Что касается одного из самых зрелищных поединков, то в нем выступит сахалинец Рамазан Мукаилов. Соперник абсолютно, вы знаете, был бы, наверное, какой-то иностранец, можно было что-то там подумать. Но парни из Украины, Белоруссии, как правило, очень неуступчивые, да. И ему будет очень нелегко. Среди сахалинцев в первом восьмиугольник вошел трехкратный победитель турнира Юлий Красавин. Однако на этот раз по итогам двух раундов он проиграл Дулустану Акимову из Якутии. А открыл счет островных побед Максим Булаев. Нокаутом и на второй минуте поединка он одолел узбекистанца Руфаджона Жуманова. Потому что упорно тренировался, отдавал все силы на тренировку. И вот это результат тренировок. Его темп поддержал в следующем поединке еще один островной чемпион по ММА Рамис Мукаилов. Также в первом раунде он был сильнее Ильяса Кулиева из Благовещенска. Победителем дальнейшей схватки стал кандидат в мастера спорта по ММА Владимир Лотин. В категории до 86 килограммов он взял верх над Иваном Смирновым из того же Благовещенска. В женской схватке с применением болевого приема лучшей стала Айгуль Хабирова из Приморья. Ну а в главной последней битве турнира среди тяжеловесов до 90 килограммов техническим нокаутом в первом же раунде победил двукратный чемпион России по панкратиону и ММА Сахалинец Рамазан Мукаилов. Он взял верх над белорусом мастером спорта международного класса по универсальному и рукопашному бою Павлом Катруновым. На этом у меня все. В студии работал Николай Дончак. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин